Прежде чем мы с вами будем писать контрольную работу, я бы хотел сделать несколько дополнений к тому, о чем говорилось вчера. Эти дополнения вам понадобятся и в вашей жизни, в вашем изучении Священного Писания, и конкретно в написании сегодняшней контрольной работы. Этих дополнений два. На слайдах их, к сожалению, нет. В следующий раз буду преподавать, обязательно их добавлю на слайды, если не забуду. Первое заключается вот в чем. Занимаясь толкованием Библии, необходимо различать две вещи. Дальше. Описание и предписание. Иными словами, если говорится, что что-то было определенным образом, что-то происходило определенным образом в еврейском народе или в ранней церкви, это может значить, что точно так же должно быть и у нас. А может и не значить. Когда и как мы понимаем отличия, различия между первым и вторым, в каком случае это относится к нам, в каком случае это относится только к ранней церкви или к каким-то конкретным людям. Чтобы разобраться с этим вопросом, давайте посмотрим несколько библейских фрагментов. И начнем мы с Деяния апостолов, 2 глава, 42, давайте так, 41, 42, 43 стихи. Кто первый найдет, пожалуйста, прочитайте вслух. Деяния апостолов, 2 глава, 41, 42, 43 стихи. И так, охотно принявшие слово, его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Спасибо большое. Вот особенно 42 стих. Они постоянно пребывали, и перечисляется несколько вещей, которые характеризовали раннюю церковь. Ну, сначала навскидку. Как вы думаете, если это относится к нам, то есть это является также предписанием для нас пребывать вот в тех четырех моментах, в четырех проявлениях служения церкви, о которых мы читаем здесь. Если является, то почему? И если не является, то тоже почему? Несомненно. Несомненно, говорит Валерий, и не только он. Почему, Валерий? Ну, потому что это, в принципе, фундамент каждой церкви, настоящей церкви, церковь, которая находится в Господе. Если мы выкинем хотя бы один фрагмент из этого стиха, то это будет неполноценная церковь. Ну, я вам скажу, что, ну, смотрите, в ранней церкви они, конечно, молились, они постоянно пребывали в молитве, но, понимаете, у них власти политической еще не было, у них денег было очень мало, они были бедными людьми. В богословии они плохо разбирались, они, например, молились, не понимая, что Бог и так все знает. Наверное, мы сейчас видим разговор, относится это к нам или нет? Да, относится это к нам или нет? Совершенно верно. Я, конечно, согласен с вами, дабы ни у кого из зрителей не сложилось сложного ощущения, что я призываю отречься, отказаться от молитвы, конечно, нет. Я согласен с вами, да, это действительно относится к нам, но мне хочется, чтобы мы с вами смогли это обосновать, потому что потом мы будем говорить о моментах более сложных. Вот, пожалуйста, Валерий, почему вот эти четыре столпа церкви относятся и к нам, и они, в общем-то... Ну, давайте первое. Пребывание в учении апостолов, да? Да. Это, естественно, начало Евангелия, Нового Завета, Благой Вести, и люди, которые еще не знали о Благой Вести, они учились, как доносить ее до других людей, чтобы нести спасение других. Это задача церкви, это задача, которую поставил перед нами Иисус Христос. Она где-нибудь еще в Библии повторяется, то есть эта задача еще где-то сформулирована, что вот мы должны пребывать в учении апостолов. Или вот это единственное место... Ну, Матфея 28 глава, пожалуйста. Например, Матфея 28 глава, например, все послания апостолов, где учение это излагается, где говорится о том, что необходимо его читать, соблюдать, понимать. Иными словами, мысль о том, что нам, или любым христианам, важно пребывать в учении апостолов, высказана не в одном или двух стихах, а красной нитью проходит через все священное писание. Без этого не будет церкви. Посланники Фесси, мы с вами даже читали вместе насчет того, что церковь на основании апостолов и пророков, и Иисус креугольный камень. То есть, да, в Священном Писании, в Новом Завете очень много мест, которые непосредственно повторяют ту же самую мысль. То же касается и общения, и молитвы, и преломления хлеба. С преломлением хлеба, допустим, конкретно запись, заповедь Иисуса Христа, «Делайте сие мое воспоминание», «Доколе приду», да, он пока не пришел. Соответственно, запись заповедь относилась к апостолам, дальше передается другим ученикам, и она относится к нам. И вот, естественно, здесь очень простое место, очень очевидное место. И естественно, что все те особенности, все те, скажем так, служения церкви, или, скажем, способы существования церкви, формы существования церкви, относятся также и к нам, касаются нас. А теперь давайте посмотрим другое место, немножко сложнее. Четвертая глава, тоже «Деяния апостолов», четвертая глава, с 33 стиха. С 4 глава до 4 глава, 33 стиха. И я и до, давайте, до 35-го включительно, с 33-го по 35-й включительно. Кто прочитает, из тех, кто еще сегодня не читал, ну, кроме Саши, я просто говорил, чтобы все участвовали немножко. Пожалуйста. Спасибо большое. Вот 34-й и 35-й стихи. Понятно, что в ранней церкви, в Иерусалимской церкви конкретно, было именно так. А теперь мой к вам вопрос. Относится ли это, да, вот это что, описание или предписание? Это описание. А как вы это докажете? А как вы это докажете? А я скажу, давайте продавать. Слушайте, ребята, у кого из вас есть земельный участок? Мы не против. Это не применение. Если вы заходите, не продадите. А почему? А почему? Может быть, с землей жалко расстаться, Ирина? Нет, не жалко. Не жалко. Ну, я отдам. Сама не буду жить. Сама будете жить. Понятно. Ну, во-первых, потому что полагали они к ногам апостолов. Значит, когда вы мне покажете сегодня реально апостола, удовлетворяющего, соответствующего требованиям к апостолу, в частности, он видел Иисуса Христа, был участником его служения, тогда можно будет к этому вопросу вернуться. Но даже в этом случае к этому вопросу будет сложно вернуться, потому что в то время, как 2 глава 42 и 43 стихи День апостолов потом подтверждаются как заповедь уже, как повеление, на протяжении всего Нового Завета, вот этот фрагмент дается лишь как описание. Повеления здесь нет. Ну, вот, то есть здесь очевидный случай, когда мы имеем дело с описанием, не имеющим для нас предписывающей силы. Скорее всего, нам нужно вернуться в то время, когда это происходило. И здесь идет организация церкви, и они просто время заставляло их именно так жить. Жить общиной, жить как раз в общении, постоянно находясь. И в церкви уходили различные совершенно люди. Люди ходили, которые совсем неимущие были, люди, которые были, как бы, состоятельные. И Господь в это время давал им, ну, как бы, такой добродетель и такую любовь друг к другу, чтобы они делились друг с другом, чтобы они, как бы, имели, как имеют Христа все вместе, так они имели все, что имеют... Ну, вот я имею, две рубашки возьми одну, пожалуйста. Это тоже учит нас Христос. Да, и вот вы в конце своего выступления подвели нас к очень важной вещи. Даже если применение, если вот непосредственные действия для нас сегодня неприменимы, в этих непосредственных действиях, в этих конкретных действиях может быть некий принцип. И принцип делиться, принцип помогать друг другу, принцип поддерживать друг друга, остается применимым и к нам сегодня. То есть принцип никуда не делся. А на том этапе это было необходимо. Да, но на том этапе была необходима такая реализация или такое осуществление данного принципа. Если бы все было так просто, то споры между толкователями, интерпретаторами, комментаторами Библии или споры между служителями и членами церкви на членских собраниях давно бы прекратились. На самом деле вопрос о применении и разграничении между описанием и предписанием намного сложнее. Обратимся к еще одному фрагменту, хорошо вам известному, я уже на него ссылался как-то в наших занятиях. Первое послание Коринфянам, 11 глава, начиная с 3 стиха. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Вот так, друзья мои. Давайте до 11 стих дочитаем, потому что он будет нужен тоже. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Спасибо. Итак, ну давайте разбираться с этим текстом. Третий стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот этот стих. Это описание или предписание? Так должно быть для нас или так было просто тогда в те времена? Кто сказал, что предписание? Погромче немножко. Ирина? Предписание. Предписание. Да и сейчас. Тогда и сейчас. Один из текстовых указателей, указателей в тексте, это слово «всякому». То есть это относится ко всем. Это некий универсальный принцип. Другое указание заключается в том, что вот этот принцип выражен и в других местах священного писания. Ответственность мужей за жен, руководство женами со стороны мужей. То есть вот это некий такой общий принцип. Хотя я попробую сейчас с этим поспорить. А вы мне ответьте, пожалуйста. Я скажу. Ну вот вы знаете, да, тогда женщины действительно находились в бесправном положении. Но 60-е годы 20-го века все изменили. Потому что началось движение женщин за свои права. Потому что зависимости женщин от мужчин вообще говоря уже и нет. И женщины рады по этому поводу. Женщина способна на все. И вот эта идея главенства или идея ответственности, идея власти, если хотите. Ну это древняя идея, которую действительно пора нам сегодня отвергнуть. Вот, пожалуйста, что вы на это скажете. Мир изменился или изменился? Мир изменился. Ну вот мы и должны сортировать. Потому что вот это такое остаток от прошлого. Конечно, Павел думал, что всякому. По тексту все понятно. Ну вот все-таки это небогодухновенная часть. Это заблуждение человеческое. Ну а вот тогда вопрос, богодухновенно ли все священное писание. То, о чем мы говорили на прошлой неделе. А вот это наш взгляд на священное писание. Если оно все богодухновенно, тогда мы не имеем права разделять на богодухновенную часть и часть небогодухновенную. Если мы разделяем, тогда вопрос больше. У нас наша проблема больше, чем богословское или практическое отношение к феминизму. Наша проблема в отношении к священному писанию. И об этом нам придется говорить. А дальше сложнее. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Обратите внимание на слово «всякий» и «всякое». По аналогии с предыдущим стихом, получается, что это тоже предписание ко всем. Если женщина молится, она покрытая или пророчествует, она покрывает голову. Если мужчина, то он не покрывает голову. Кстати говоря, сравните с другим местом апостола Павла, где он говорит, что женщина в храме домолчит. Учится в безмолвии у мужа. Значит ли это, что женщина не может в храме, в церкви, в собрании верующих что-то говорить? Если она не может говорить, то как же она молится и пророчествует в 11 главе 1 послания к Коринфянам? Но это так, на затравку. А давайте разберемся с этим фрагментом. Вот описание это или предписание. Да, давайте так. Поднимите, пожалуйста, кто думает, что вот этот стих и следующие стихи – это предписание, которое относится ко всем. Так должно быть и сегодня. Кто стоит на этой позиции, поднимите, пожалуйста, руку. Не стесняясь, это нормальная позиция вполне. Что это предписание ко всем. То есть все должны поступать так же. Вы считаете. Спасибо. И кто считает, что это описание, за которым, однако, ну как в случае с геянием апостолов, есть некие универсальные принципы. И наша задача – выделить этот принцип, исследовать его. Кто стоит вот на этой позиции? Давайте пока четвертый, пятый, шестой. То есть вот покрытие головой. А вы видите разграничение? Вы хотите провести разграничение между стихами здесь? Уточните, пожалуйста, вопрос. Да. Расскажите. Интересно. Да, вот. Пожалуйста. Я понимаю, для меня третий стих – это предписание. Ну, третий я сразу выделил. Ну да, тогда все. А остальные – это описание. Ну, вот давайте послушаем две позиции. Значит, одна позиция, которую озвучил Вадим, это предписание. Другая позиция, которую озвучила Ирина. Описание. Вадим, обоснуйте, пожалуйста, почему вы считаете это предписанием, относящимся ко всем? Ну, всякий муж, молящийся или порочествующийся с покрытой головой, постыжает голову свою. Всякая жена, молящаяся, порочествующая, с открытой головой, постыжает голову свою. Ибо это, как если бы она была опритая. Ну, здесь четкое указание идет со стороны Павла. Как можно делать, как нельзя. Глубже прокомментировать, я не знаю, но не смогу. Ну, что же. Я думаю, сможете. Если займете этим текстом и будете серьезно его исследовать, то сможете. То есть, скажите, пожалуйста, а вот это покрытие, покрывало головы для женщины, оно зачем? В чем его функция? Ну, это своего рода дисциплина. Зачем? Я не отстану. Зачем? Чтобы помнил о своем месте в мироздании или в чем смысл? Давайте просто говорить так, как оно есть или так, как вы считаете. Потому что у любой дисциплины есть определенная цель. Цель дисциплины, допустим, для ребенка – это его воспитание. Цель дисциплины у взрослого человека – иногда просто сделать определенную работу, которую нужно сделать. Если меня не дисциплинировать, я спать буду. Двенадцать, а потом книжки читать. Потом гулять пойду. Вот зачем дисциплина в данном случае? Затрудняетесь. Да, пожалуйста. Не нужно обисследовать культурно-исторический фон того времени, что было тогда для женщины покрывало. Она не имела права выйти за ворота дома своего без покрывала. Это являлось знаком замужней женщины, подчинения мужу. И потом, когда уже в христианской сфере… Сейчас, Ирина, я чуть-чуть дополню здесь. Мы вчера с вами говорили о культуре, о понимании культурных особенностей. Вот я когда задал вопрос Вадиму, зачем покрывало? Покрывало символ власти. Даже не символ дисциплины, а символ власти. То есть женщина, замужняя женщина подвластна. Если вы приедете в такие серьезные мусульманские страны и выйдете за пределы гостиницы, и вы при этом, я обращаюсь сейчас к сестрам, и вы при этом выйдете за пределы гостиницы в таком купальничке в легком одеянии, ибо жарко, ничем не покрыв голову, на вас будут смотреть либо как на туриста, либо как на туристку, либо как на не совсем приличного человека. А вот культурные особенности предписывали определенный способ поведения. А что дальше, Ирина, вы сказали потом, когда? Когда в христианстве это началось, применительно к христианкам, тоже был момент. Были храмовые женщины, которые вели себя неподобным образом и стригли голову на лосо. И когда они становились христианками и приходили в церковь... В таком обличии? Да, это было стыдно, это было плохо, и поэтому они покрывались. Это было и стыдно, это было и соблазном для некоторых людей, это было перенесение в церковь частичек того мира, в котором они выросли. И они уже изменяя свое мировоззрение, они хотели быть такими, пока волосы, допустим, не отрастут. Совершенно верно. Совершенно верно. А теперь смотрите, какая получается интересная штука. Значит, когда мы читаем Священное Писание, каждый из нас имеет определенное традиционное понимание. То есть по традиции мы привыкли, что, наверное, это вот так интерпретируется. А вопрос покрывала, вопрос косынки на самом деле не вопрос физического вот этого покрывала. Скорее он вопрос власти и подчинения. Я попробую сейчас занять позицию, которая включает в себя элементы и того, о чем сказал Вадим, и того, о чем сказала Ирина. И вот по какой причине. А смысл этих стихов находится еще в третьем стихе, который мы все, очевидно, без сомнения выделяем как предписание. Вот некая власть, власть Бога над мужем, власть мужа над женою. А власть разумная, власть не деспотичная. Подожди, понимаете, у нас власть мужа над женой иногда воспринимается как кто по столу стукнет громче или кто рявкнет, гаркнет громче, тот и прав. Помните у Бориса Захадера про шавку, собачку? Шавка лает очень гордо, шавка знает очень твердо. Кто сильнее скажет гав, тот всегда и будет прав. Вот эта шавка, это не власть, это совершенно другое, не надо путать. А что касается настоящей власти, она с любовью осуществляется. И такую власть Бог нам дает. Значит, теперь дальше. С третьим стихом все понятно. Теперь следующие стихи. Представьте себе тетеньку, бабушку, которая смиренная, такая в платочке, ходит в церковь, все. А вот она вышла из церкви и начинает пилить своего мужа. Ты там дед, то, сё, там этого не сделал, того не сделал вообще. А то и в церкви начинает мужа пилить, платочек не снимая. Вот голова у нее в платочке. То есть тут физически все нормально. А как насчет сердца? Тогда получается, что есть знак подчинения, но нет самого подчинения. Что же, тут все нормально? Ну нет, тут, конечно, не все нормально. Потому что человек надевает платочек просто по традиции, покрывает голову по традиции. Так принято в сердце понимание того, почему такая традиция возникла. И уж тем более подчинения, признания власти мужа нет. Есть и другой момент. Представьте себе, что вы пришли в общину, где эти платочки или покрывало приняты. Вот это традиция. И муж говорит своей жене, ты знаешь, вот я тебя просто прошу, поскольку мы сюда пришли, давай ты все-таки покроешь голову здесь, на этом служении, на этом собрании. И она такая, как я буду покрывать голову, я свободная женщина. В чем ее проблема? Да, в том, что она не подчиняется мужу, когда тот с женой спокойно, он на нее не кричал, вот в этом примере, по крайней мере. Он говорит, смотри, поскольку мы здесь находимся, чтобы не быть ни для кого камнем преткновения, не быть ни для кого соблазном, давай ты это сделаешь. И своим ответом она показала, что подчинения в ней нет. Или, допустим, она говорит, ладно, я уж покрою голову, но дома я тебе все скажу. Там даже проблема. То есть, первый вопрос, есть подчинение или нет, есть признание власти или нет. Соответственно, с точки зрения мужчины, умеет ли мужчина этой власти пользоваться так, как дал Бог, потому что власть, любая власть, это ведь ответственность. Вот. А второй вопрос. В чем сегодня в современной культуре выражается принятие этой власти? В чем сегодня выражается подчинение Богу, подчинение мужу, подчинение пасторам? Потому что, если мы читаем Священное Писание, допустим, в Первом Послании Петра, с одной стороны, пасторы, служители, пресвитеры имеют власть и должны пользоваться ей разумно. Они поставлены Богом для определенных целей, для решения определенных задач. А с другой стороны, у церкви есть ответственность принимать эту власть и, находясь под этой властью, помогать служителям, поддерживать их. То есть, вот, да, если бы я сказал, что здесь все просто, в этом стихе, в этом фрагменте, я бы был неправ, я бы был лицемером, потому что я отлично знаю, что хорошие христиане, благочестивые христиане, есть хорошие благочестивые христиане, которые придерживаются и других интерпретаций. Но каждому из нас нужно, изучая Священное Писание, прийти к тому, что нам показывает Бог, и потом в этом стоять. И вторая оговорка, прежде чем мы все-таки будем писать контрольную работу. Вторая оговорка заключается в следующем. Для того, чтобы вам об этом рассказать, расскажу историю, о которой пишет предпреподаватель, профессор Далласской богословской семинарии Дэниел Уолласс. Дэниел Уолласс рассказывает о том, как еще в студенческие годы он был практикантом в одной церкви. Его задача была вести занятия в воскресной школе для взрослых. Он очень любил Новый Завет, он должен был преподавать Новый Завет взрослым людям. Церковь была небольшая, а пастор был знаменит тем, что готовился к проповеди как раз в субботу. То есть надо бы отдохнуть, он отдыхал обычно в понедельник, во вторник, но в субботу у него был самый день подготовки. И Уолласс рассказывает, что периодически из недели в неделю происходила одна и та же ситуация. Пастор уже вечером звонит ему и говорит, слушай, ты ученый, образованный, в семинаре учишься. Вот скажи, пожалуйста, смотри, я сейчас тебе расскажу конспект, план своей проповеди. Вот у меня такой-то фрагмент, такие-то стихи. Вот скажи, пожалуйста, вот эти стихи из Библии можно толковать вот так-то и так-то? Потому что я вот хочу их в проповеди использовать, вот такое-то, такое-то значение. Доктор Уолласс, который тогда был просто еще студентом по имени Дэниел. Смотрит на это дело и говорит, вы знаете, я сейчас просмотрел стихи в контексте. Вот нет, вот то, что вы хотите, то значение, тот смысл, который вы хотите им приписать, они этого смысла не несут. Не получается. Пастор говорит, ты уверен? Он говорит, да. Пастор говорит, ну если как-нибудь извернуться, что вот эти стихи, вот можно все-таки вот так вот истолковать, как мне нужно для проповеди. Дэниел Уолласс говорит, вы знаете, даже если извернуться не получится, вот по таким-то, таким-то причинам, вот первое, второе, третье. И пастор подумал, подумал и говорит, ну что же делать, ну не переписывай же мне теперь всю проповедь. А потом понимаете, как красиво звучит. И на следующий день он выходит на кафедру, открывает Библию и проповедует то, что красиво звучит, но то, что с библейской и богословской точки зрения неправда. Этого пастора можно было бы еще понять, если бы у него не было возможности, допустим, посмотреть в комментариях или спросить у кого-то. Вот человек сказал глупость по недомыслию, по невозможности воспользоваться источниками, по скудости образования. То есть он неправильно интерпретирует Библию, не зная об этом. Ну как в том старом анекдоте, да, когда человек читает Священное Писание, а человек этот сидел достаточно долго по тюрьмам, вот, и он читает стих, во-первых, он не совсем правильно прочитал. Он прочитал, что вроде бы Павел говорит своему ученику, руки ни на кого, рук ни на кого не налагай поспешно, там не возлагай, он прочитал не налагай. Он говорит, ну это значит, что прежде чем убивать, ты очень хорошо подумай. То есть может быть и не надо, и скорее всего остановишься. Понятно, что это неверное толкование. Вот, но человек искренне заблуждается, и если его исправить, он исправится. В данном же случае пастор делает следующее. Он знает, что ошибается, и придерживается неверного толкования просто потому, что это на проповеди хорошо будет звучать. Послушайте, друзья мои, есть очень много того, что хорошо звучит, но при этом не является истиной. То, что что-то хорошо звучит, это не критерий истинности. Главный критерий истинности соответствует ли это Библии в данном случае. То, что что-то работает, вот мы так поступаем, потому что это действует, это тоже не критерий истины. Есть много способов, которые действуют, при этом совершенно не будучи способами библейскими. То, что что-то растет, также не критерий истины. Например, говорим, вы знаете, Господь нас так благословляет. А почему вы знаете, что Господь благословляет? Потому что наша церковь очень быстро растет. Ну, вы знаете, культы и секты растут, это не делает их истинными. А раковая опухоль растет, это не делает раковые клетки нормальными, здоровыми клетками, они все равно больные. И то, что раковые клетки растут, ну это плохо. Значит, главный вопрос, который мы можем задать, применительно к проповеди, к учению, соответствует ли это священному писанию? А все остальное, красиво ли это звучит, даже приятно ли мне это слушать, мы с вами, в общем-то, тоже должны быть очень-очень аккуратными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok